3 мая Организация Объединенных Наций официально объявлен Всемирным Днем Свободы Прессы. Но для некоторых журналистов это не повод праздновать. Свобода прессы все еще находится под угрозой во многих странах. Журналистов арестовывают, запугивают или даже убивают в связи с их профессиональной деятельностью. Согласно докладу Международного Института Прессы, за прошедший год в мире убиты 88 журналистов. 32 журналиста погибли в начале 2018 года. В большинстве случаев журналисты погибают из-за расследований случаев коррупции. Недавно Ян Куцак был убит вместе со своей девушкой в Словакии, что привело к отставке премьер-министра. Если посмотреть на те данные, которые у нас есть, 46 журналистов погибли, расследуя коррупцию. Многие думают, что большинство репортеров погибают в зонах конфликтов. Как мы выяснили, за прошедший год по этой причине погибли 33 журналистов. Сравнивая эти цифры, можно видеть, что коррупция является наиболее частой причиной гибели журналистов. Правозащитные организации, такие как Репортеры без границ и Комитет по защите журналистов, утверждают, что свобода прессы находится под угрозой не только в странах с авторитарными режимами, но и в установившихся демократиях. Лидеры-популисты в самых разных странах совершают нападки на журналистов. Как, например, президент Трамп называет журналистов врагами народа, президент Индии также угрожает журналистам. В Европе, в Чехии, например, та же самая ситуация. Линия, которая разделяет вербальные оскорбления от физических, размывается. Ситуация еще более ухудшилась после убийства двух журналистов внутри Европейского Союза, на Мальте и в Словакии, что демонстрирует, насколько напряженная ситуация для журналистов, которые проводят свои расследования. По данным Комитета по защите журналистов, по сравнению с рекордными цифрами начала десятилетия, число убитых в зоне конфликтов журналистов снижается. Тем не менее, журналисты, освещающие военные действия в регионах, выполняют свою работу с риском для жизни. Буквально несколько дней назад в Кабуле в результате теракта погибли 9 репортеров. Опасность для журналистов значительно возросла. Последний инцидент стал самой кровавой атакой на журналистов в истории Афганистана. Но кроме этого, журналисты здесь продолжают получать повсеместные угрозы. Но не только убийства ставят жизнь журналистов под угрозу. В Ниянме два репортера Рейтер были арестованы во время освещения военной кампании против мусульман Рахинджа на границе с Бангладеш. Количество теремных сроков для журналистов в мире выросло за последние два года. За прошлый год 262 журналисты оказались в тюрьме. В большинстве случаев по обвинениям в антигосударственной деятельности и по обвинениям в экстремизме. В случаях, когда репортеры освещали неугодные правительству темы и проблемы. В Восточной Европе показатели свободы прессы также ухудшились. Особенно в России эти показатели достигли рекордного снижения за период с момента распада Советского Союза. Это все, конечно же, нас волнует, учитывая огромное влияние, которое Россия имеет на соседние страны. Россия, а также Турция являются негативными примерами в регионе. По данным правозащитной организации Freedom House, уровень свободы прессы в мире за последние 13 лет достиг рекордного снижения. Но даже в тяжелых условиях журналисты продолжают рисковать жизнью, чтобы рассказывать истории из самых опасных точек мира. Елия Алиева, Дана Преображенская, Настоящее время Америка, Вашингтон.